Реалити-проект «Идеальная жена» Это телекурсы для всех представительниц прекрасной половины человечества, которые мечтают стать не просто супругой, а стать настоящей идеальной женой. Благодаря урокам моды и красоты, кулинарии и фитнеса, стрип-пластики и тренингу эротичной женщины вы станете королевой в гостиной, хозяйкой на кухне и куртизанкой в постели. На кастинг, объявленный телеканалом М-Телевизион, пришли участницы в возрасте от 18 до 55 лет для занятий у ведущих специалистов всем премудростям женского дела. Однако до финала реалити-проекта «Идеальная жена» дойдут лишь 10 претенденток, по мнению членов жюри. А победители определят телезрители в ходе интернет-голосования на сайте телеканала М-Телевизион. Зуль, 28 лет. Несколько серьезных отношений за плечами и какое-то волнение в душе. Вот с чем это связано? Связано. Ну, отношения за плечами, как вы уже правильно сказали. Хочется новое, ну, как бы... Сейчас я на данный момент свободна. Хочется влюбиться безумно. Не обязательно там богатый или какой-то. Просто хочется найти хорошего человека. Скажи, ну, это проблема для тебя влюбиться? Ну, на данный момент, ну, как бы, не проблема. Проблема найти место этой встречи. Где быть? Трое серьезных отношений за плечами. Причем одни из них длились 5 с половиной лет. Некоторые люди в браке столько не живут, понимаешь, и у тебя была такая долгая любовь. Почему все это не переросло в семью? Как бы, мое мнение, это выйти замуж один раз, раз и навсегда. И поэтому я очень копаю глубоко, глубоко копаю. И я посчитала, что это не мой человек. Послушай, может быть, как раз ошибка в том, что ты очень глубоко копаешь. Вот ты говоришь, что я не жду там олигарха, да, или там чего-то. Я просто хочу влюбиться в нормального человека. Но, тем не менее, у тебя все равно очень повышенные требования вот к этой такой нормальности, о которой ты говоришь. Я правильно понимаю, что ты еще и гороскопом увлекаешься, и каждого мужчину сверяешь с гороскопом? Да. То есть, если ты с ним, вот как это происходит? Ты с ним знакомишься, он говорит, я овен, ты говоришь, все, до свидания. В последнее время так. Ну, нет уж, ну, просто, ну, мне вот интересно, вот, астрологией увлекаюсь, да. Мне вот, телец или дело мне нужно? Да, дело. Могу тебе себя предложить. Нет, ну, а если серьезно, те мужчины, с которыми ты жила и встречалась, они соответствовали по гороскопу твоим ожиданиям? Нет. Ну, это уже вот после вот этих... То есть, ты потом поняла, что все, гороскопы, это правда, и... Ну, не то, что правда, но я, конечно же... Надо было сразу это уследовать и не терять две годы. Не так уж категорично, как бы, я уж там не совсем помешана на гороскопах, но просто мне интересно, я интересуюсь. Я считаю, что все-таки какая-то там доля правды в них есть. Скажи, тебе тяжело влюбиться почему, как ты думаешь? Может быть, это как раз из-за того, что ты была влюблена, и тебя предали, бросили, предпочли другую женщину, может быть, у тебя остался некий страх в душе, и ты теперь боишься, понимаешь, боишься отдаться чувствам? Ну, нет, это было давно уже, это забыто. Нет, я не такой человек, который... Ты вспоминаешь там свою первую любовь? Нет, я очень легкий, в принципе, человек. Насчет обид, насчет... Я сразу, вот, я могу через пять минут забыть там какую-то вообще бурную ссору там. Я очень быстро отхожу, и, в принципе, я не считаю, что я там что-то закопала у всей души. Нет, душа полна. Ты знаешь, мой тебе совет, первое, перестать копаться и опираться на гороскопы, даже создавая браки, люди делают некие ошибки, но все равно это, знаешь, как вот, все в опыт, да, все в копилку опыта. И нужно проще относиться к отношениям. В одном ты можешь, в одном мужчине найти там прекрасного отца, в другом прекрасного собеседника, в третьем прекрасного любовника. Очень сложно в жизни как-то вместе, понимаешь, все в одном, еще чтобы ее с гороскопом совпало, да, шансы твои уменьшаются. Поэтому, первый тебе мой совет, перестань копаться, относись легче к знакомству и к встречам. И, может быть, ты поймешь, что и гороскопы это не главное. И вот рядом все-таки есть тот мужчина, на котором... Нормальный. ...наобратить внимание, он тот самый нормальный. Ну, а если говорить о местах знакомств, ну, никто не отменяет какие-то мероприятия. Понимаешь, ты сейчас в реалити-проекте, мероприятия, тусовки, вечеринки, ну... Хожу, хожу. Значит, нужно какими-то горящими глазами, понимаешь, женщина, которая в поисках, ее видно всегда. Подбоя от женихов не будет. Ну, используй с плюсом, да, поле как бы нахождения на проекте и обязательно действуй. СПА-процедуры, нежный ход и руки косметолога порой могут сделать просто чудо. Но вот найти все эти чудесные компоненты порою крайне тяжело. И даже если вы их найдете, не факт, что результат окажется чудесным. Но вот нашим участницам повезло. Для них мы нашли волшебников из СПА-салона Чикаго. Именно туда и направляемся. Нашей клиентке мы проводим процедуру фотоомоложения. Это одна из самых популярнейших процедур, абсолютно безболезненная. Процедура фотоомоложения проводится от 6 до 10 раз. Один раз в 3-4 недели на протяжении года. Сначала мы проводим предварительный демакияж кожи и обезжириванием. Либо тоником, либо средством для умывания в зависимости от изначального состояния кожи. Затем мы наносим защитный гель, который предотвратит ожог кожи. Так как фотоомоложение предусматривает под собой термическое воздействие. СПА-салона Чикаго СПА-салона Чикаго В конце процедуры мы обязательно наносим солнцезащитный крем с СПА-салона Чикаго Для того, чтобы защитить кожу от воздействия солнечных лучей. Наша процедура окончена. Она позволяет бороться с пигментными пятнами, фотостарением, а также с сосудистыми звездочками и пост-окне. Поэтому добро пожаловать к нам в салон. Роликовый вакуумный массаж предназначен для коррекции фигуры. В частности, борьбы с локальными отложениями, как целлюлит. В ходе данной процедуры происходит улучшение кровообращения, усиливается лимфооток и обменные процессы в глубоких слоях кожи. Ах, очень красиво! Ах, очень красиво! Роликовый вакуумный массаж предназначен для коррекции фигуры. Ах, очень красиво! ПОДПИШИСЬ! Роликовый вакуумный массаж предназначен для коррекции фигуры. инноваций. Современный и элегантный интерьер салона является местом, где сосредоточены самые современные технологии в области бьюти-индустрии. Тщательная подобранная команда специалистов высочайшего класса создаст атмосферу уюта и профессионализма. Здравствуйте! Начинаем рубрику «Интерьер». Я дизайнер Юлия Дедова. И сегодня мы с вами поговорим о том, что же модно в этом году в сервировке стола и флористическом оформлении интерьера. Юлия Дедова, дизайнер интерьеров и ландшафта. Руководитель дизайн-студии Диметро, автор многочисленных дизайн-проектов, которые были отмечены высокими наградами различных специализированных фестивалей и выставок. Постоянный участник международных форумов в сфере дизайна и архитектуры. Один из трендов под названием «Конфетти» предлагает цветовое решение для сервировки стола в ярких красках. Выразительные яркие краски и смелые контуры говорят о радости и веселье. Цвета тренда «Конфетти» – это мандариновый, цвет фуксии, ярко-зеленый, голубой и солнечный-желтый. Они отражают игривую, веселую личность хозяина дома. Герберы, маргаритки, маки, георгины, гвоздики ярких оттенков создают выразительность флористических работ. Палитра «Конфетти» – это идеальное решение для поднятия настроения. Следующий тренд под названием «Великая ложа» – это гармония земной простоты с рукотворными предметами роскоши, сочетание природных материалов, с имеющими величие и блеск металлами, стеклом и хрусталем. Основные цвета данной тенденции – кремовый, цвет камней и зеленого мха, ореховый и оттенки сине-серого. Подходящие растения – это белая и зеленая гортензия, садовые розы цвета карамели, георгины, побеги папоротников, калла, лилия, гербера, шоколадных оттенков, белый клематис и плоды мака. Следующий тренд цветового решения в сервировке называется «Возрождение». «Возрождение» – это экспрессия красоты и обаяния, сочетание старины и ардеко с современной поп-культурой. Данному тренду свойственна атмосфера роскоши и богатства с чистыми силуэтами, романтическими цветами. «Возрождение» окружает пастельные оттенки, вызывающие воспоминания о прошлом. Это мятный, нежно-розовый и персиковый с тонкими акцентами черного и золотого для придания элегантного контраста. Классические стильные цветы, такие как садовые розы, лилии, пионы, орхидеи, тюльпаны, создают ощущение мечтательности и сентиментальности. Из аксессуаров актуальны жемчуг, бисер, перья и стразы в сочетании с блестящими высокими контейнерами, металлическими подсвечниками, посеребренным стеклом и хрустальными вазами. Четвертый цветовой тренд – стихия воды. Отражает завораживающее очарование воды. Цветовая гамма варьируется от мягких и умиротворенных оттенков до насыщенных и глубоких. От ярко-бирюзового цвета до богатого индиго. Попробуйте создать эффект воды и движения в цветочных аранжировках. Сочетайте их с фактурной зеленью, декором в форме пузырей, фактурной керамикой и плавными изгибами стекла. Красота и сила композиции тренда «Стихия воды» напоминает нам, что вода дарит нам жизнь. Надеюсь, что сегодняшняя наша беседа вдохновила вас и вы зарядились новыми фантазиями для создания у себя дома новых сервировок тематических, незабываемых, ярких. Ну и желаю удачи! Партнеры проекта «Кабаре Стрекоза», «Ресторан Республика», «Танцевальный клуб Голоденс Агидель», «Салон красоты Реваш», «Женский клуб Дама Трев», «Велнос-центр Слим-клуб», «Спа-салон Чикаго», «Клуб красоты Анетты Уотман». Редактор субтитров А.Семкин